Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну что же, сегодня поговорим об обрядах на перекрестках. Перекрестки – места непростые, места, где идет движение. Перекрестки – это некие чакры этого мира. Где-то из них бывают порталы, они бывают разные, бывают хорошие, бывают плохие. Бывают те, в которых существуют хозяева перекрестков, бесы, демоны перекрестков. Бывают бесхозные, где просто гуляет сквозняк. Но, во всяком случае, это некие сосуды, некие дороги. Дороги пересекаются и дороги несут, уносят, приносят в нашу жизнь и хорошее, и плохое. И множество обрядов в различных традициях существует для работы с перекрестками. И, ну, обычно мы приходим с проблемой, с болезнью, с тоской смертной, с какой-то чернотой. И человек, который не умеет работать со своими центрами и очищать их энергетическим образом, бывает обращается к магии перекрестков, сбрасывает на перекрестки что-то плохое, свою неудачу, свои болезни, несчастье. Таких обрядов много. Когда люди приходят, да, какой-нибудь проблема с отношениями, проблема с финансами. И пытаются сбросить на перекрестки свое горе и с некоторым паразитарным желанием, чтобы кто-то забрал. А женщины приходят, к примеру, свое, ну, невезение в области личной жизни, сбрасывают на кольцо золотое и оставляют, бросают его на перекрестки с различными заговорами. И беда, конечно, что вот это несчастье, если его кто-то подобрал, золотое кольцо находит кто-то, если женщина или мужчина, и забирая его себе, как бы принимает на себя вместе с золотым кольцом еще и проблемы того человека, который сбросил это. Поэтому, естественно, на перекрестках не надо поднимать ни деньги, ни какие-то вещи, потому что часто они бывают заряжены. Да и не только на перекрестках, друзья мои. Если это вам не принадлежит, лучше не берите. Потому что в нынешнее время очень многие вещи заряжены словами, подкладами, злыми пожеланиями. Ну вот, друзья мои, к примеру, обряды более благостные, не для того, чтобы сбросить, а для того, чтобы вот эти потоки стихийные. Потому что перекресток в чем-то он связан с ветрами. Ветер гуляет по этим дорогам, энергия несется, и можно, ну, как некая дорожная пыль, чтобы ваша беда, ваши болезни развеялись, переработались из вот этой черной энергии, переработались в что-то, в удобрение, в компост, на котором может зайти хорошее, а не передать кому-то плохое. Ну вот, примерно, друзья мои, короткие обряды сброса на перекрестках. Приходите на безлюдный перекресток. Ну, перекресток четырех дорог, то есть четыре дороги сливаются. Можно трех дорог, но чем больше, в принципе, перекресток семи дорог, восьми, десяти, но часто такие большие перекрестки не бывают безлюдными, и вы не сможете там провести обряд. Поэтому, да, какой-нибудь перекресток, к примеру, сельских дорог, либо лесных тропинок, но это все равно тоже является перекрестком. Поэтому находите безлюдный перекресток, на котором вас не побеспокоят, потому что если во время проведения обряда кто-то появится, машина, либо какое-то существо, это означает, что ваш обряд не будет совершен так, как нужно. То есть он прервется. То есть во время совершения обряда никого, ничего внимания быть не должно. Поэтому, естественно, какие-то городские перекрестки мало подходят для совершения обрядов. Нужно искать сельские дороги. Значит, с собой нужно взять некие подношения. Ну, к примеру, мелкие монеты. Монеты различного достоинства в произвольном порядке. Либо, ну, к примеру, семена, зерна, хлеб сухой для того, чтобы вы разбросали и, может быть, птицы, подкормить птиц. То есть некое подношение духа перекрестка. Придя на перекресток, вы должны встать. Желательно, наверное, если это происходит, лучше, конечно, определять стороны света. Запад, восток, юг, север. Если вы хотите, ну, как бы сбросить, что-то принести в свою жизнь, вы должны стать лицом на восток. Если вы хотите что-то сбросить, вы должны стать лицом на запад. Ну, это не настолько жесткие правила, потому что, я понимаю, компас приблизительно. Приблизительно, ну, во всяком случае, пытаться подойти к этому осознанно. Закрыть глаза, встать на перекресток и мысленно войти в состояние, желательно без мысли, и спросить, присутствует ли здесь хозяин этого перекрестка. Если вы почувствуете знак, к примеру, звук какой-то, голос, карканье птицы, порыв ветра, который подует вам в лицо, это будет знак, что здесь присутствует хозяин, и вы мысленно или вслух обратитесь с просьбой. Можете ли вы совершить здесь свой обряд? И тоже прислушаться к знакам. Если внутреннее будет отторжение, ощущение страха, может быть холодный колючий ветер, жесткий какой-то этот, да, что вы не имеете права, хозяин перекрестка не одобряет. Значит, свой обряд вы не должны совершать здесь, вы должны уйти на время или искать другое место. Если тишина или вы чувствуете вот это внутреннее ощущение согласия с вашим обрядом, значит, вы можете совершить свои обряды. И, естественно, нужны некие дары и подношения, некий откуп за, ну, знак некого уважения, да, это или монеты, или, опять же, ну, некие семена, продукты питания, хлеб, да, то есть не то, что загрязнит перекресток, а то, что будет развеяно, или семена, может быть, взойдут где-то здесь сбоку, или будут съедены птицами или животными, то есть вот должно не засоряющий перекресток. Ну, в частности, монеты, они, конечно, может быть, засоряют, но они тоже имеют некое значение, потому что являются некий такой материальный знак этой вселенной. Итак, к примеру, значит, становитесь центр перекрестка лицом на восток, чтобы сбросить с себя некие плохие вещи, тоску, невезуху, неудачу, вот ощущение того, что грязь какую-то, даже если вы не идентифицируете что-то такое, просто вам тяжело, и вы пришли на перекресток очиститься силой ветра. Оборачивайтесь медленно против часовой стрелки вокруг своей оси, представляете себя в центре вихря, который уносит от вас все лишнее, то есть начинаете раскручивать такой черный смерч, оборачивайтесь так медленно 12 раз, 12 оборотов, то есть полных оборотов, медленно, не быстро, да, оборачивайтесь, а вихрь этот раскручиваете, можете ускорять этот, да, и чувствовать, что из вас прямо вся чернота по всем вот этим сторонам света, по всем дорогам летит. И тоже внутреннее намерение, что вы не выбрасываете, да, грязь, да, вы просите ветер, пространство из вот этой энергии, из ваших болезней, ваших неудач, невезухи от колородских воздействий, сделать что-то хорошее для этой природы. То есть вы не мусорите здесь. Ваше намерение внутреннее и просьба к ветру, к силам, к духу этой дороги переработать это, переработать, и чтобы это было именно таким компостом, не сбрасывать на кого-то. После этого вы с благодарностью бросаете, к примеру, те монеты, которые есть у вас в ваших карманах, столько, сколько есть, сколько вы их принесли, ну, явно не одну монету, а какую-то горсточку бросаете в центр перекрестка с благодарностью. Духу перекрестка. Если вы принесли семена или хлеб, вы бросаете ее по сторонам света. Да, все четыре стороны света вы разбрасываете их тоже с намерением, чтобы они принесли благо, ну, и в качестве подношения духу перекрестка. Есть более жесткие практики, когда вы приходите, ну, в принципе, с теми же проблемами, комплекс каких-то, ну, внутренняя грязь, и начинаете так же, но уже кружитесь быстро. Это подходит для людей, которые, ну, у которых нормальный вестибулярный аппарат, для которых там не будет, к примеру, какой-то приступ, давление, еще чего-то. Начинаете кружиться так же против часовой стрелки, но уже делаете это быстро, можете, как бы, развеивать, да, то есть руки расставить в стороны, кружиться, сохраняя равновесие, до тех пор, пока вас не начнет уже штормить, пока ваша голова не начнет кружиться, и, в принципе, надо кружиться до того момента, когда вы потеряете равновесие и упадете. Да, вот в этот момент вы расслабляетесь, опускаетесь на землю, вас, ну, штормит, штормит, вы, естественно, вот опять же представляете этот вихрь, ураган, но его раскручиваете еще больше на большую территорию. Это немножко практика с аскезой, то есть вы доводите себя вот этим кружением до того, что теряете равновесие. Можно сделать это три раза, если у вас сильная энергетика, опять же, каждый раз развеивая все, весь негатив, какой бы он ни был, из вашего пространства, вы его концентрируете, вспоминаете свои болезни, неприятности и раскручиваете, опять же, с намерением, чтобы эта грязь не отравляла пространство, а была для него неким благом и удобрением. После этого также оставляете подношение, монеты, монеты, семена, хлеб и уходите свободно. Вот такие, друзья, мои практики, достаточно экологичные. Экологичные не практики сброса на кого-то, потому что часто на перекрестках действительно совершаются дела не слишком хорошие и контракты с какими-то сущностями и существами. Хорошо, драгоценные мои друзья, ну, наверное, на сегодня все.